ну что мои прекрасные я вас приветствую на своем канале я вас приветствую в шкатулке меня зовут юлия я являюсь проводником энергии сегодня мы с вами будем смотреть тему какой вы не являетесь или каким неважно большая часть аудитории в процентном соотношении женская я являюсь в этом воплощении женщиной поэтому мне солидарнее обращаться к девочкам девочкам девушкам женщинам каждая себя по-своему ощущает да кто-то и в 50 чувствует себя прекрасной девушкой а кто-то уже в 30 говорит ну какая я девушка я уже женщина да поэтому тут наверное норма будет у каждого своя вот к прекрасному женскому прекрасным женским энергиям давайте так скажу не знаю как правильно подобрать чтобы всем подошло поэтому каждый наверное будет ощущать по-своему вот и поэтому можно их смотреть в перевернутом понятие если вы мужчина просто вот этого главного героя которым я говорю вы скажем так примеряете на себя если считаете нужным я вас благодарю за то что вы делитесь за то что вы пишете обратную связь за то что вы оставляете комментарии в принципе я стараюсь все читать пока у меня это все по времени получается где-то там администратор у меня орудует где-то я самостоятельно поэтому в целом пока я все отслеживаю пока я все читаю когда буду переставать успевать я вам сообщу вот пока все хорошо итак мы с вами будем сегодня в вас как луковичку отделять от того лишнего что на вас навесили я не думаю что получится прям разобрать все течение вашей жизни но мы выловим наверное сейчас самые такие основные ярлыки которые возможно вы еще носите на себе думаете что это что-то ваше может быть вы уже поставили под сомнение ваша ли это может какое-то представление до которое кто-то вас создал вам его сказал и вы подумали что это ваше очень часто раньше мы не понимая какие мы есть хватали и брали на себя абсолютно все что нам там говорилось в детстве мы безоговорочно верим тем ярлыкам которые навешивают на нас родители хорошо если это какие-то хорошие ярлыки ты молодец ты справишься у тебя все получится ты такой талантливый ты такой способный я своему сыну говорю он у меня любит простраивать младший сын любит простраивать стратегические ходы я вижу как у него это прекрасно получается то есть он заранее просчитывает я это подмечаю и всегда обращаю на это внимание говорю ему ты такой прекрасный стратег и он и вы знаете я вижу прям в нем какие-то элементы гордости за себя здесь конечно главное не перекормить но и подчеркнуть понимаете подчеркнуть какие-то достоинства и конечно классно когда мы в детстве получаем такую колоссальную поддержку но основная масса постсоветского времени к сожалению выросли немножко в обратной парадигме нас били для того чтобы словесно да для того чтобы мы крепчали как говорится для того чтобы мы становились сильнее почему-то было такое вот искаженное понимание чем крепче тебя будут воспитывать тем ты вырастешь увереннее в себе и там будешь процветать по жизни вот таких процветающих у нас к сожалению оказалось не так много и парадигма такого воспитания дало определенные свои минусы потому что мы разуверились в себе потеряли абсолютно свою ценность начнем с того что мы даже понятия такого не имели что есть еще какая-то своя ценность у нас было все немножечко в понимании заслужи да да будь хорошим удобным ну и все из этой серии вот про личные границы никто не слышал и это было вообще не модным скажем так и вообще даже пресекалась какие там личные границы вообще о чем вы вообще о чем если вы перестанете быть удобными какому-то какой-то определенной группе партии там еще чему-то всех собственно говоря изгнание из общества это из социума да это смерти подобно вот поэтому сейчас мы раскрываем себе очень много разных интересных выкапываем о себе очень много разных интересных вещей которых мы себе даже не знали и выясняем что оказывается выражение руки у тебя растут из не того места оказывается не относится к нам руки-то у нас из того места до когда мы начинаем осваивать что-то для себя интересное понимаем что мы достаточно талантливы только почему-то жесткая уравниловка наши эти таланты неплохо так подзакопала у меня есть определенные свои триггера безусловно от того времени потому что творчество мое в какой-то степени не смогло развиться так как мне хотелось на то время да и у меня как у ребенка не получилось где-то самостоятельно его развивать ввиду того что ребенок ограничен пока в большом мире да пока он не несет ответственность за сам за себя поэтому что-то проработано уже что-то еще пока меня немножко триггерит и я понимаю что очень многие ярлыки они прилипают прям намертво и мы свято верим что это мы и есть нам кажется что мы там какие-то вот такие какими нас видели понимаете потому что родители или родитель является миром для ребенка и то что сказал родитель воспринималось просто как истина последней инстанции и даже если потом впоследствии уже при выяснении каких-то отношений родители горит и я так и не думаю на самом деле мы в это уже не верим мы верим именно в то что было сказано в детстве и очень сильно страдают таким образом дефицитарные нарциссы когда им они очень сильно к себе предвзято относятся и очень болезненно воспринимают критику окружающих людей и сами себя люто критикую там там я как-то изучала эту тему там на самом деле очень глубокие тяжелейшие процессы происходят если бы человек со стороны действительно бы прочувствовал все то что чувствуют дефицитарные нарциссы там бы конечно просто караул потому что это постоянный внутренний диалог какой ты отвратительно ужасный как у ты ни на что не способен понимаете и когда такому человеку говорить да ты способны ты вот классный ты прям вот у тебя все прекрасно получается он этого не услышит он этого не услышит хоть сколько хвалите он этого не услышит он будет слышать только критику в свой адрес это такой вот определенные фильтры где не пропускается ничего хвалебного потому что уже выстроена определенная парадигма принятия этого мира понимаете только через токс все и поэтому это с этим очень сложно работать на самом деле очень сложно очень тяжело и очень болезненно нарциссов у нас вообще в целом можно сказать это все население планеты мы все являемся нарциссами нарцисс по-другому это самооценка то есть нарциссизм по-другому это твоя собственная самооценка и она может быть адекватной это здоровый нарциссизм она может быть сильно в плюсе это невротические там нарциссы еще какие-то нарциссы не помню уже не буду не помню терминологию но это относится именно к тому что человек вообще никаким образом не то что не воспринимает критику о себе а он превращается просто в какого-то демоненка и если там слышит какую-то критику хоть какую-то в свой адрес да то есть он не относится к ней спокойно как адекватный нарцисс пропускать через свои фильтры нет он там превращается в злостного тирана и манипулятора и воспринимает только лесть и хвалебные и хвалебные отзывы плюс ко всему он еще и не скажем так и требует постоянного к себе внимания у нас очень часто туда когда и мужчины и женщины этим страдают на самом деле в большей степени этого даже не осознается а вот дефицитарные нарциссы там вообще беда то есть это те кто ушли в минус в дефицит там вообще просто воспринимается только негатив и они себя постоянно добивают этим всем без каких-либо боже упасе диагнозов но это просто самооценка то есть да если сказать другими словами у кого-то вообще отсутствует самооценка они чтобы им не говорили она у них вообще на нуле и и плюсовая это понимаете чересчур повышена сама ну то есть настолько что это прям уже других триггериты раздражает обычно в дефиците очень сильно раздражают дефицитов очень сильно раздражают те кто в плюсе потому что они не понимают на каком основании они себя так люто расхваливают понимаете а те кто себя так люто расхваливают страшно не любят дефицитарных потому что дефицитарные не хвалят вот этих они постоянно могут только критиковать это вот постоянные вот такие переплетения в обществе, в социуме, в общении, и когда ты за этим всем наблюдаешь и знаешь теорию, то есть ты знаешь, как это вообще все переплетено, это просто цирк, товарищи, если честно, это просто цирк. И те, кто адекватные люди стоят, они есть, они есть. Адекватные нарциссы, у которых здоровая самооценка, они просто вот так вот смотрят, то в одну сторону, то в другую сторону и понимают, господи, а где здесь я вообще в этом всем, да, и начинают, собственно говоря, деление общества. Это все крутится по одному и тому же сценарию, и там это по-разному можно назвать, и говорить об этом можно часами, но ко всем типам относятся ярлыки, вообще ко всем в целом людям относятся ярлыки. Просто дефицитарные нарциссы будут вообще все в ярлыках, плюсовые, собственно говоря, тоже, но чисто из хвалебных отзывов там всего остального, те, кто стоят посередине, они не покупаются налезть, это главное, и не реагируют на критику. Это тоже главное. Они, у них сложено абсолютно свое, крепкое, уверенное в себе мнение, что я вот такой, и все, что бы ни говорилось извне, не имеет никакого влияния на человека. Вот это здоровая самооценка, вот это здоровый нарциссизм. То есть окружение не складывает самооценку этого человека. Самооценка этого человека сформировано еще в детстве, как фундамент самоопределения, самоощущения, самопознания. Его сумели сформировать родители. Вот кому не повезло, к сожалению, те будут формироваться об людей. Кому повезло, те формируются только от себя вчерашнего. Понимаете? И вот очень важно выйти вот в эту золотую середину, где я формирую свое мнение о себе только от себя вчерашнего. И абсолютно мне все равно, что кто меня критикует и кто мне льстит чересчур. Понимаете смысл? Вот. Поэтому вот что-то примерно такое мы сейчас с вами будем рассматривать. То есть мы будем смотреть, что там на вас навесили и что не является вами. Так. И так. И так. Много я наболтала, но мне как-то нужно было объяснить, как это все выглядит. Хотя я не уверена, что я правильно объяснила. Так. 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 итак давайте посмотрим что посмотрим один ярлык какой на вас навешали и каким вы уже не соответствует тем 123 три не знаю короче сейчас посмотрим так возможно вам могли говорить в детстве что-то из серии невозможно не трудиться невозможно не достигать быстрых результатов невозможно достигать до быстрых результатов без труда не выловишь рыбку из труда слышали что-то такое в детстве да мне кажется все слышали хочешь там что там про саночки то у нас какая была грустная история да хочешь кататься научись возить короче саночки и все в этом роде почему потому что есть на вас определенный ярлык что вы не трудоголик что вы хотите добиться каких-то быстрых результатов что вы не умеете трудиться вам постоянно могут этим скажем так то есть могут постоянно это обесценивать если вы достигаете каких-то быстрых результатов или еще чего-то вам могут говорить о том что вы не потрудились и это не является никакой вообще ценностью что результат нужно выстрадать что то результат нужно, ну, я не знаю, там, его нужно просто в жизнь положить, понимаете, чтобы чего-то достичь, добиться, то есть обязательно нужно пройти через вот эту семерку Пентакли. С одной стороны, эта карта, безусловно, есть, и она действительно важна, и мы каждый преодолеваем какие-то личные трудности, но трудности и трудности другого человека, ваши трудности и трудности другого человека, они могут быть абсолютно разными. И если для кого-то трудность является в 10 годах просто работы очень-очень сложной и тяжелой, да, там, поднимается, подниматься по карьерной лестнице через серьезный труд, как говорится, прибить к себе эту подкову и хреначить, то на самом деле для вас это может являться абсолютным чужим ярлыком, потому что вы можете достигнуть, если кому-то требуется действительно большое количество времени и усилий, потому что в действительности путь у каждого свой и программа у всех свои, то в данном случае эта программа будет вам навешана, то есть эта программа, этот ярлык тяжести, тяжелого труда и всего прочего, он будет для вас наносным. Вы, скорее всего, можете всего достигать более легким способом, или вам может доставаться все более легко. И те люди, которым это не достается, будут навешивать на вас ярлыки того, что вы на самом деле лентяй, того, что вы не хотите работать, допустим, да. Ну, они не видят общую картину, они видят только через призму какого-то своего, своей тяжести, своей программы, да, и если она у них отсутствует, они, конечно же, будут беситься. То есть почему я, собственно говоря, тут в три ручья пота трудился, да, а ты получил все просто так или получила, неважно. То есть и это будет очень… Да, а вы получили все легко, потому что, если честно, тут душа наработала на самом деле, и свою программу тяжести она уже отработала, то есть она уже получила опыт трудностей, особых трудностей, да, каких-то в общепринятом понятии. Безусловно, они у вас будут, безусловно, у вас будут свои сложности, у вас будет сложность в чем-то своем, в достижении чего-то своего, но в каком-то общепринятом понятии, может быть, даже социальном, у вас как будто бы, вас это будет обходить, то есть многие вещи вам будут даваться намного легче, чем кому-то другому. И ярлык того, что вы или нетрудоспособны, или вы ленивы, или вы там еще, или вы хотите все, как ты хочешь, все легко и просто, да, как ты хочешь все, чтобы у тебя вот так вот по щелчку пальцев было. Дело в том, что у вас это действительно может быть, если только вы себе это разрешите, и, как говорится, снимете вот этот вот чужой ярлык тяжести, да, потому что вы можете таким образом создавать себе абсолютно лишние проблемы, и получать повторный опыт того, чего вам уже получать не нужно. Как говорится, вот если мы не ищем легких путей, отвратительная поговорка, ярлык, который я не люблю на самом деле, но который активно лепят везде и всюду, вы можете найти легкий путь. К точке А, к точке Б вы можете найти легкий путь. Я не говорю, что вам не придется приложить своих усилий, но усилия могут быть намного меньше затрат, да, то есть немножко другое мышление, во-первых, немножко другая конструкция вообще в целом жизни, потому что вы можете находить легкие пути достижения цели. Самая ваша главная задача себе это разрешить и увидеть это, и увидеть это, и вот здесь об этом. Второй ярлык. О, интересно, это жрица, так-так-так, так-так-так, жрица это всегда тайное, неизведанное, жрица это что-то непонятное, жрица это может быть действительно определенный путь. Ну, слушайте, почитать, конечно, можно безусловно многогранно. Давайте так, на самом деле вас могут видеть абсолютно поверхностно, поверхностно, и вам могут лепить ярлык, что вы ни о чем, пусты, нет в вас глубины, нет в вас знаний каких-то, еще чего-то, да, то есть могут обесценивать вашу жрицу. Это делается почему? Потому что, собственно говоря, вашу глубину вообще познать достаточно сложно другому человеку, познать ее можете лишь только вы, познать и осознать в себе, да, то есть понять и принять. Хочу я жрицу дополнить, потому что все-таки карта такая. Вы видите суть, вы видите суть, но вам не верят. Каким образом это получаю? Это вы, короче, видите суть во всем наносном, то есть вы четко будете знать, вы четко будете ощущать, вы четко будете видеть истину, и если вы видите, что, что перед вами пытаются очень сильно завулиолировать и преподнести как что-то хорошее и нужное, вы четко будете ощущать, что нет, нет, там есть какой-то подвох, и вы даже, наверное, не сможете объяснить, где он, да, это будет достаточно сложно, потому что разбираться в чужих манипуляциях и хитростях тяжело, но вы будете именно ощущать, пожриться внутренней интуиции, шестым чувством, да, где, собственно говоря, там какой-то вот прям есть заковырка, которая не является сутью, то есть вы видите подмену понятий, короче, да, не могла никак сказать, в этом ваша сила на самом деле, вы видите подмену понятий, но опять же таки, вам будут говорить, что все это ерунда, вам будут говорить, что вы на самом деле вообще ничего не видите, вы ничего не понимаете, понимаете, потому что объяснить просто этого не могут, они не могут почувствовать, люди не могут почувствовать то, что чувствует другой человек, и на самом деле вам будет сложно достаточно, потому что едином, да, пятерка мечей, да, вас постоянно будут за это, скажем так, пытаться распять, потому что вы видите суть, понимаете, а другой человек видит только лишь подмену понятий, и он будет находиться в подмене понятий, и когда вы ему говорите, да, блин, это таким не является, ты не видишь, что ли, что на самом деле происходит? Ты что, не видишь, что там что-то нечестное, что там что-то неправдивое, что эта информация искажена или она представлена абсолютно не такой, какая она есть? Вам будут говорить, да ты что, с ума сошла, что ли? Да ты что, не видишь, тут же все понятно. Тебе только непонятно, ты ерунду тут какую-то себе нафантазировала, напридумывала, понимаете? Это тоже ярлык. Вас будут называть фантазеркой. Кстати, с детства могли называть фантазеркой, да? С детства могли называть вас выдумщицей. Это ярлыки, это ярлыки, это то, что вами не является, потому что не все умеют видеть суть, не все умеют видеть фундамент истины на самом деле. Я соглашусь, что истина у всех своя, я с этим согласна, и согласна с тем, что сколько, вот как говорится, мнений, столько и миров. Но вы умеете видеть именно подмену понятий. Уж как вы это для себя определяете, то есть то, что прозрачно, оно для вас прозрачно, понимаете? То есть вы видите, вам спокойно, вы понимаете, что, ну, то, что говорят, там, в принципе, то люди и думают, понимаете смысл? То есть они в это верят, и вы как-то это понимаете. Но вы очень четко чувствуете подлог, подвох, когда человек говорит одно, а думает и делает другое, понимаете? То есть или он делает с какой-то очень жесткой манипуляцией, чтобы получить что-то, чтобы поиметь какую-то выгоду, но преподносит это как совершенно какие-то прозрачные, понятные действия, и там это все так хорошо преподносится. Да вот посмотрите, здесь вот все абсолютно понятно, здесь вот прям вот могут вам все раскладывать на блюдечки, и вы действительно головой, логикой можете понимать, что здесь все действительно, ведь это как вот эти, знаете, пирамиды были, их там выстраивали, да вы там заработаете, да то-то, ну, в общем, все расписывалось хорошо и понятно, но по факту, да, по факту на самом деле там выстраивались достаточно серьезные финансовые, ну, это не махинации, но определенные, ну, может и махинации, да, то есть как бы это определенная выемка денег у людей, но преподносилось все достаточно прозрачно. Но вы по-любому могли, вот именно вот вы увидите вот эту суть, понимаете, суть того, что это все строится на иллюзиях, на каких-то, на воровстве, на каком-то, на мошенничестве, вот больше, наверное, об этом здесь. Еще один ярлык. Ну вот, что вы ленивы, что вы ничего не хотите делать, что вы по четверке мищей, что вы недеятельны, что вы там, короче, не хотите трудиться как все, или вы занимаетесь какой-то ерундой. А, еще, кстати, если занимаетесь эзотерикой, чужой ярлык будет говорить о том, что вы занимаетесь ерундой, иди на нормальную работу, иди на завод. Вот, почему ты не работаешь на заводе? Мне кто-то как-то написал один левозалетевший вообще чувак, не знаю, что это вообще, кто это вообще такой был. Его, конечно, быстро админ отправил в блог, потому что нечего тусоваться в моем поле. Фомам неверующим, да, и он, значит, мне что-то там написал. Одно дело не верить, а другое дело, понимаете, указывать другому человеку, что ему делать, чем ему увлекаться, куда ему идти работать. Понимаете смысл? Поэтому верить или не верить – это дело каждого и право каждого. А вот давать непрошенные советы – вот этого я очень сильно не люблю. И он мне, собственно говоря, написал о том, что какая-то вероятность того, что вселенная… там что-то подсказка от вселенной была, по-моему, это было видео короткое, видео шортс, и он мне написал там рилс или как он правильно, и он мне написал о том, что какая вероятность того, что вселенная обратит вообще на меня, типа, внимание, что ты, тетя, вообще тут несешь, иди, короче, работай на завод. Вот это об этом. Вот это об этом. И вы можете действительно, примеряя этот ярлык на себя, задумываться о том, не занимаюсь ли я действительно какой-то ерундой. А почему я этим занимаюсь? Ну, короче, вы начинаете в себе сомневаться. Любое сомнение говорит о том, что вы принимаете этот ярлык и начинаете его примерять со всех сторон и думать, куда себе его прилепить. Куда себе его прилепить вообще? Где же действительно я занимаюсь тут какой-то ерундой? Где же действительно я ленюсь? И вы начинаете, может быть, оправдываться, да, в какой-то степени или для себя лично, или в диалоге с человеком, который, допустим, это вообще близкий человек, и он начинает вам говорить о том, что да я считаю всю эту ерунду, да, я вообще не считаю, это ни профессия, ни работа, и что это вообще за хрень какая-то. Иди, вон, выстраивай нормальные финансовые отношения, да, иди там выстраивай нормальную свою финансовую пирамиду там строй, иди инвестируй, занимайся криптой. Я не знаю, чем занимайся, короче, чем угодно, но только не эзотерикой, потому что это все ерунда, это все выманивание денег у людей, это все какая-то чушь вообще, это все какая-то ерунда, да, а тут по сути, да, это все ярлыки, потому что вы действительно можете, прикладывая минимум усилий, получать максимум. Но, к сожалению, пока, вот я сейчас посмотрю, вы-то это осознаете, что можете, или пока на вас висит ярлык. Потому что есть у меня ощущение, что пока висит ярлык вот этот, пока вы как будто бы, видите, распятый, ну, словно туда вас распнули, и активно, понимаете, бьют, как говорится, вот этими всякими фразочками. Это пятерка мечей, это еще и карта нелицеприятных, колких слов, выражений, желающих обидеть, обидеть и обесценить. Вы еще пока находитесь в этом ярлыке? Ну, в целом, да. Семерка кубков, да. Пока у вас есть определенное такое вот внутреннее, ну, как бы, ну, давайте почитаю, как иллюзии. Я вообще, конечно, семерку кубков немножко по-другому вижу, но как иллюзии она сюда подходит в плане того, что вы действительно пока думаете, что я ведь действительно, а как я могу, а как же я буду получать финансы, там, не работая тяжело, понимаете? То есть все же тяжело работают, ну, все же тяжело работают, а я-то почему могу получать легче, да? То есть такая вот, опять же таки, уравниловка. Тут Спинтакли говорит о том, что, о чем? О чем он говорит? А что вы можете, что вы можете, потому что на самом деле ваша душа наработала по Ярофанту, она уже натрудилась, она уже научилась, понимаете, работать тяжело, и вы действительно можете делать более легкую работу. То есть вы можете, конечно, что-то делать, я не говорю, что не должны, я не говорю, что должны лечь и лежать, да ну нет, конечно, конечно, но просто при меньших затратах физических, без лишней суеты, понимаете, для вас вообще по сути суета противопоказана, для вас суета противопоказана, потому что как только вы начинаете суетиться, у вас начинает проседать финансовый канал, у вас, короче, это все работает наоборот, потому что пространство у вас пытается сбалансировать, оно пытается вам наоборот показать немножечко другую реальность, другую парадигму того, что можно по-другому. Но пока, к сожалению, немножечко такая иллюзия, чем больше вы стараетесь, тем меньше, тем меньше видите, скорее всего, результат. Я не говорю о том, что стараться не нужно. Наверное, здесь больше всего говорит о том, что ваша сила в умении просчитывать для себя более короткие пути достижения цели. Давайте я так скажу. Не говорит о том, что не нужно работать, не говорит о том, что я уже это все сказала, я думаю, что здесь меня правильно, очень важно услышать, то есть для кого-то еще пока важен путь вот этой вот трудности, то есть очень важно достичь, если вы чувствуете, что это не ваше, что вам в этом некомфортно, если вы чем больше трудитесь, тем меньше видите обратную связь, это очень важно, понаблюдайте, просто выделите какой-то определенный, выделите месяц, просто поэкспериментируйте, выделите месяц и постарайтесь через силу делать в более расслабленном темпе, в более спокойном, возможно, не спеша, возможно, в удовольствие, без какой-то нервотрепки, что вы должны выполнить план, что вам нужно как-то вписаться во что-то там, во что-то там вписаться, в какие-то алгоритмы проекта, еще чего-то. Постарайтесь, попробуйте, экспериментируйте, какая пойдет обратная связь от мира. Или же, наоборот, приложите максимум усилий, то есть посмотрите, поработайте с пространством, приложите максимум усилий и посмотрите, какой будет тогда результат, то есть где вы получите больше, где вы получите меньше. Таким образом, работая с пространством, взаимодействуя с ним, вы поймете, какой ваш путь, то есть какой именно ваш путь. Но здесь, конечно же, очень важно делать, что-то делать безусловно в материи нужно что-то делать поэтому здесь наверное самый большой и тяжелый ярлык на вас будет висеть что ваш путь он может очень сильно отличаться от тех путей которые перед вами представлены или которые вы видели с детства да потому что раньше в том моменте в котором росли в том в той парадигме пространство в котором росли наши родители а был представлен лишь только в одном варианте другого не давалось понимаете другого было еще тогда было не время все жили лишь только в одной парадигме и все жили практически все жили тяжело но даже там умудрялись находить для себя более короткие пути их было не так много но умудрялись основном была конечно жесткая уровень уровня уровни ловка но сейчас посмотрите какой лютый разброс какой лютый разброс то есть деньги сейчас могут зарабатываться и легко и тяжело и средней никак вообще их могут просто дарить и там до чего-то сейчас только нет сейчас такая большая разношерстность получения результата давайте так скажу не обязательно это только лишь деньги это может быть любой результат да то есть то что вам необходимо что на самом деле можете попробовать для себя любые варианты вы поймете какой ваш если у вас изо дня в день не получается через тяжелый труд вы понимаете что блин ну наверно что-то я делаю не так правильно то есть пространство вам не дает обратной связи и возможно она вам как бы усиленно показывает что слушай может быть это не твое не тоже чем вы занимаетесь а путь которым вы идете блин может и попробуй что-то другое и не обязательно это должно быть еще сложнее попробуйте более легкий путь какой-нибудь покрутите в голове да дайте полет своей фантазии как бы вы пришли к результату если бы вы поступили бы например по другому да то есть просчитайте для себя ходы такая многовариантность вот здесь наверное по первому варианту об этом больше да об этом то есть программа тяжести тяжелого прям жесткого лютого труда она не ваша она не ваша поработайте с ней если вы хотите облегчить себе свою жизнь и не тащить чужие ярлыки да Продолжение следует... 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 Но это вот об этом то, что не прыгай выше головы, терпи, смирись, карта запретов по пятерке Пентакли, карта невозможности сделать никакой выбор, карта смирения, ой, вообще, конечно, вообще, конечно, карта грустная, она, конечно, для чего-то нам нужна, безусловно, если она есть, мы что-то по ней проходим, мы что-то по ней понимаем, да, мы в какой-то степени учимся оценить, потому что материальный мир, он дуален, как бы мы не прыгали тут и не старались, он дуален, но мы принимаем эту дуальность и стараемся ее интегрировать, и стараемся ее интегрировать, но такое ощущение, что здесь вот фраза такая мне резко пошла, да, звезда упала, звезда упала, потому что звезда, пятерка Пентакли, ощущение реально, что она упала. Вас всегда будет тянуть совершенно в другое окружение, и на самом деле окружение, которое поистине, давайте я буду говорить простыми материальными словами, которое социально выше всегда вас привлекало очень сильно, и где-то в какой-то степени вы всегда смотрели на более лучшую жизнь относительно вашей, я не знаю, в какой вы находитесь, да, и вы не понимали, почему вы не там. Вот у вас что-то такое могло быть, вы не понимали, почему вы не там, или вы не понимали, вообще в целом, даже смотря на себя, возможно, вы не понимали или задавались вопросами, почему я должна что-то терпеть, такое бунтарство внутреннее могло идти, да, то есть здесь, скорее всего, хотели как бы подавить, и, скорее всего, наработалось достаточно большое количество подавленной агрессии, это как бы просто уже причинно-следственные связи. Но как только вы хотите вырваться, да, это как работает, как ведро с крабами, тут же на вас налетают, возможно, ваше ближайшее окружение, и начинает вам рассказывать, как это невозможно, как этого делать нельзя, потому что там опасно, или еще что-то, то есть это та зона, это та плохая зона комфорта, понимаете, уже негативная зона комфорта, в которой вас пытаются убедить, что все хорошо. Плохо, но хорошо, хорошо, что хоть так плохо, понимаете, вот что-то из этой серии, и это не ваше, это не ваше, ну, то есть как бы это ярлыки, они вам были для чего-то даны, возможно, для того, чтобы справиться, безусловно, с этим всем, как бы все равно, нам же это для чего-то дается, может быть, душе было интересно получить какой-то опыт, но самое важное, она должна была в нем не застрять, это еще программа жертвы, скорее всего, вам очень важно не впасть в жертву и не застрять в этом состоянии, не застрять в этом обществе, в окружении, которое так мыслит, потому что вы здесь выбираетесь из этого всего, то есть вы прям как на ракете от этого всего несетесь к своей цели, к своей звезде, но вас будут стягивать, и если вам что-то будет не нравиться, вы часто будете слышать фразу «нужно потерпеть», «нужно смириться», или сейчас модно говорить «нужно принять», «принимай», ну, мы что-то принимаем, мы принимаем тот опыт, который мы проходим, мы лично проходим, но мы не обязаны в нем сидеть, ну, окей, мы прошли, мы идем дальше, почему я должна дальше страдать, я не хочу, да, то есть как бы о вас, а вам как будто бы говорят, ну, как же, это не ваше, ну, вот, да, вот пятерка кубков, почему ты не страдаешь вообще, я ничего понять не могу, это где-то услышала фразу, очень сильно смеялась, там одна какая-то счастливая женщина была, и что-то она говорила в интернете, да, и там такая картинка была, что, а почему ты счастлива, выйди замуж и страдай, как все нормальные женщины, понимаете, это что-то из этой серии, вот, и вот это об этом, то есть вас будет очень, людей будет очень люто раздражать ваше, возможно, жизнелюбие, или ваше желание выбраться из этого всего, или ваши амбиции будут раздражать, и, скорее всего, амбиции – это что-то очень страшное, боже упаси, зачем нам какие-то здесь амбиции, почему ты не сидишь в своей пятерке Пентакли, все же прекрасно, все очень сильно плохо, но от этого так прекрасно, да, не надо никаких нам тут звезд, не нужно ни к чему идти стремиться, сиди где сидишь, боже упаси тебе переходить на новое место работы, а вдруг там что-то случится, и все равно, что там платят 8000 рублей, но они же есть, из конца-то в конец, как, что на самом деле, вот я эту шестерку кубков не тащила, но я ее видела, безусловно, это детство, ну, как бы с детства тянется, ну, то есть вы это видели из своей семьи, видели, что, скорее всего, терпи, смирись, такое немножко эгрегориальные запреты, эгрегориальными запретами попахивает. Критика, очень сильно чувствую критику. Если вдруг амбиции немножечко превышают уровень, сразу критика, а что это ты захотела? Это ты чего-то большего захотела? Вишь, чего захотела-то? Радости ты захотела? Счастья ты захотела? Нет, нужно страдать. Вот я его на дне видела, думаю, перетасую колоду, опять вытащила. Ну, вот, видите, это вот критика. А что ты не страдаешь вообще? Я не поняла, почему все страдают, а ты, видите ли, тут не хочешь. Ярлык страдания на вас навешивает, ярлык жертвы, ярлык того, что вы недостойны, ярлык того, что у вас не получится, ярлык того, что здесь нужно быть тише, ниже, короче, не выпячивайся, никакой звездности, никакого эпатажа, возможно, никакой яркости, никакого выделения. Почему? Да, смотрите, здесь пас жезлов очень индивидуален. Здесь прям выражение себя посредством образа разговора. Здесь достаточно яркая внешность будет, но, скорее всего, жестко подавлялась. Почему? Почему? Видите ваш туз кубков? То есть вы просто вообще, по идее, вы проявляетесь вообще всем своим естеством. То есть по звезде вы очень яркие, ну вообще по природе, по своей разговорам, внешностью, вообще тем, что вы делаете. Вы всегда можете сделать что-то нестандартно, и это будет раздражать, мои хорошие. Это будет раздражать. Вас будут уравнивать. Вот она, пятерка мечей. Она, кстати, выходила тоже в первом варианте. Это будет раздражать людей. Вы будете людей провоцировать на внутренний конфликт, потому что им же нельзя, они же в страданиях. Почему вы должны вообще радоваться? Почему вам это можно? Почему вам можно, а им нельзя? Почему кто-то тут вообще выстрадал там что-то, а вы не выстрадали? Или не хотите? И я могу сказать, что большую часть жизни вы будете соответствовать этим ярлыкам. Вы будете страдать. Вы будете отыгрывать роль страдания. Жертвы. Ну, в общем. Конечно, там затрагиваются очень много других аспектов. Безусловно. Там, это если туда копнуть, там и карма начнутся, партнеры, кармические абьюзы. Там начнется психологическая... Да-да, много чего начнется на самом деле. Я туда просто сейчас не полезу, потому что, ну, в своих раскладах я об этом много говорю. Я просто вам хочу донести, что, по сути, ярлыки-то не ваши. Ярлыки-то не ваши. У вас восьмерка кубков. По сути, вы как бы совершенно в другом направлении в своем идете. А вот это то, что накидано, понимаете, это все вот эти эмоциональные, чужие, скажем так, выплеснутые на вас эмоции, которые не ваши. Вы их тащите. А тут рыба сдохла-то уже. А вы ее тащите. Ну, то есть не ваш ярлык. Не ваш ярлык. Нельзя многого желать. Вот, понимаете, вот дьявол, вот двойка пентаклей. Нельзя желать больших денег. Нельзя желать чего-то большего. Боже упаси. Там, ну, короче, какие-то страшилки прям, если честно. Все опасно. Все. Да, это вот смотрите, как много запретов по иерофанту. Это родительские программы. Одни запреты. Ничего нельзя. Очень много страхов. Программа выживания лютая стоит. Понимаете, что там, короче, короче, короче. Радоваться нельзя. Четверка кубков. Будь в постоянном унынии. Страдай. Чем больше радуешься, тем больше плакать будешь. Вот тоже гадостная установочка. Поэтому радоваться категорически запрещено. Плач. Плач сразу. Плачу лучше сразу. Ну, я сильно, конечно же, все это утрирую. Десятка жезлов. Все это чужие ярлыки. И на вас их достаточно много. Я даже не знаю, сколько здесь их еще. Но их достаточно много. Слишком активная. Будут еще говорить. Слишком активная. Успокойся. Кстати, в детстве будут постоянно вас успокаивать. Слишком активная. Не говорили, что гиперактивный ребенок? Ну, возможно, были. Но вас быстро подавили, как я понимаю. Вы быстро перестали быть гиперактивным ребенком, да? Успокойся. Слышу фразу. Успокойся. Тише. Успокойся. Вот так палец вижу. Тише. Успокойся. Эти ярлыки раскорбленные тут, конечно, до нельзя. Они прям уже как будто бы, знаете, как часть. Вам кажется, что это вы. Вам, кстати, на самом деле кажется, что вам нужно это отрабатывать. И вам на самом деле кажется, что это ваше. Что вам нужно с этим что-то делать. Это вообще по-хорошему здесь бы, конечно, пойти в практику сжигания вот этих вот контрактов. Потому что вы это где-то приняли на себя. Неправильное выражение. Не сжигание контрактов. А как это? Ну, как бы как... Я это вижу. Давайте я вам объясню, как я это вижу. Вот стоит человек. Видели стикеры, которые лепятся на эту... Ну, заметки мы пишем. Стикеры отлепили. Там клейкая лента мы хоп, куда-то прилепили какую-то заметку. И вот здесь из серии, что стоит человек, и он облеплен стикерами. Желтыми стикерами. Ну, вот я такой образ вижу. То есть вот эти стикеры – это ярлыки. Это то, что люди написали о вас, да, у себя там словами на своей мыслительной деятельности. И вам это, собственно говоря, налепили, понимаете, выдали, налепили на вас и отправили вас в счастливое плавание. Ну, точнее, несчастливое, понимаете? И вы постоянно смотрите на этот ярлык, читаете страдания, понимаете? И начинаете проигрывать эти страдания. Читаете выживание и начинаете выживать, понимаете? А по факту, вот как я это вижу, вот этот ярлык нужно отлепить и вернуть тому человеку, который вам это дал. Конечно, вы уже не сделаете, потому что вы со многими людьми уже не встретитесь, безусловно, вы не встретитесь, но здесь очень важно хотя бы внутри себя сходить в медитацию и отдайте на энергетическом плане, в визуализации, представьте этого человека, отлепите от себя, вспомните все, что на вас навешивали и верните без злобы, без эмоций желательно. То есть не нужно вкладывать какой-то большой посыл в это, просто скажите, что вы больше в этом не нуждаетесь, вы больше не нуждаетесь, то есть в ваш путь больше этот ярлык сопровождать не будет, он сослужил вам службу, неважно хорошую или нет, уже сослужил, отдайте его обратно. Это ярлык чужого человека, другого человека. Понимаете смысл? Я это вижу так. Правильно это или нет, я не знаю, но я это в своем представлении вижу так. Если вам подходит, берите ключик, применяйте. Если нет, делайте по-своему. Я всегда как бы это дополняю. То есть все, что я говорю, не является истиной в последней инстанции, потому что я потом вытягиваю новую информацию и, конечно же, разрушаю старые опоры, выстраиваю новые. Поэтому с одной стороны, как бы все, что пока в моменте работает, берите, перестанет работать, мы с вами вытащим что-то новенькое. Так, как тут говорится, методом проб и ошибок. Тут нет какого-то выверенного, единственно правильного пути, его быть не может. Мы здесь все что-то ищем, и вы тоже. Поэтому смотрите, конечно же, по себе. Шут – это возможность начать свою жизнь вообще абсолютно заново. Вам откроется завеса новой жизни, другого видения, другого представления. Какого? Ну что на самом деле вам не нужно сидеть в вашей двойке Пентакли? Что на самом деле по восьмерке Пентакли вы можете достигать достаточно высоких результатов? Вам не нужно ничего… Ну, как бы вам не обязательно что-то выстрадать. Вам не обязательно что-то заслужить. Вот понимаете, вот эти ярлыки, они на вас по десятке жезлов очень сильно давят. Они давят. Вы можете чувствовать серьезную тяжесть. Очень серьезную тяжесть. Как будто бы, вот знаете, на вас их кто-то навешал, и они… Сейчас такой период затмения. Почему я делаю эту тему? Потому что она прекрасно подходит. Сейчас время срывать ярлыки. Сейчас время очищаться от чужих ярлыков. Я уделяю этому уже третий расклад. Время очищаться и избавляться – это прекрасная возможность. Я благодарю тех, кто меня кропотливо и, скажем так, с благодарностью слушает. Да, сходите в медитацию «Король кубков». Еще можно почитать как медитацию. Сходите, верните ярлыки. Вот прям по десятке жезлов верните все вот эти вот жезлы. Я вот объяснила, да, как я их вижу. Ну, потому что вы реально не понимаете. То есть, смотрите, если вы от чего-то очень долго не могли избавиться, вы не избавитесь. Знаете почему? Очень просто. Потому что это просто не ваше. То есть, прорабатывая что-то в себе, вы его не проработаете. Вот если вы, например, что-то упорно прорабатываете, я не знаю, уже не один год, а оно не уходит, ничего не меняется. И почему? Потому что вы просто верите, что это ваше, но это не ваше. Колесо фортуны, девятка кубков. Да, конечно, конечно, просто вот резкий поворот, понимаете, своего колеса фортуны. Это не ваше. Не принимайте не ваше. Не надо все подряд хавать, простите, все подряд вот это вот. Ой, это там сказали, это же действительно вот ко мне же относится. Ой, вот это вот тут что-то сказали, там поделите. Даже если я вам что-то говорю, вы не чувствуете, что это ваше, не принимайте. Не берите. Это не ваши ярлыки. У вас не стоит программа выживания на самом деле. Она чья-то. Кто-то вам ее налепил. Просто снимите желтый ярлычок и верните тому, кто прилепил. Отдайте назад все вот эти вот словесные, словесное, как это, клеймо, да? Прямо, прям выделите на это время и отследите. Прямо отследите, что прям вот на вас там, что там навешивали. Неудачница, что там еще. Ой, да слушайте, да там полно килограмм всего, что на вас могли навешать. Я давала в своем телеграм-канале такую практику. Я точно знаю, кто не я. Вот это вот об этом, да? Я точно знаю, что еще ярлык не мой. Так. Звук. так мы с вами смотрим три ярлыка которые не ваши которые вам налепили прицепили оклемили я по варианту сказала как я их вижу я вижу что стоит силуэт человека абсолютно неважно какого человека мужчина женщина тоже неважно и я вижу как другой человек через свои непроработанные части или еще что-то там что у другого выстрелит в голове бог его знает лепит наш пишет на желтом стикере определенное слово которое которым он вас охарактеризовал или тот ярлык тот я не знаю видение которое он на вас хочет налепить он это пишет отлепляет этот ярлык и лепит на вас и на самом деле человек стоит облепленный вот этими желтыми стикерами там огромное количество вот этих вот всех ярлыков понимаете которые по сути не являются вами вообще настоящим и важно это все от себя отлеплять и возвращать тому человеку ну я советую это делать в медитациях это не совет наверное я бы так сделала да как я бы сделала я бы сходила в медитацию и отлепила бы от себя этот ярлык и вернула тому человеку который его налепил абсолютно безлобно ни в коем случае просто возвращаю как говорится то что не является моим и это может быть как чужой человек так и близкий вот потому что никто не может знать какой вы есть на самом деле никто не может знать кроме вас самих никто не может вас охарактеризовать кроме вас самих все что говорят о вас другие люди все равно будет с определенным окрасом чужого мировоззрения и она может вам не откликаться и это нормально если вы не согласны с чем-то мнением внутри себя не принимайте его так а то знаете вот это вот ну как спорная немножечко такая позиция когда вот когда человек начинает принимать вообще на себя все что надо и все что нет вот просто вот чтобы вот вот вхавать понимаете абсолютно все что там о нем говорят это не говорит о том что нужно спорить и что-то там отстаивать и доказывать нет нет просто вы про себя вообще даже не включаетесь в это не обращайте внимание что там чего там вы не стараетесь доказать кому-то что это не так вот это в этот ярлычок изначально не берете ну тут этот стикер понимаете вы не даете его к себе прилепить если только вы начали оправдываться что-то доказывать пытаться как-то объяснить человеку что это не так все это говорит о том что вы взяли стикер прилепили его себе я не знаю на лоб и пытаетесь доказать что это не вы не принимайте изначально и все и и вам не придется ничего вообще говорить и потом не придется этот ярлычок еще и проживать потому что все что вы на себя приняли вы будете проживать девятка жезлов ярлыков на вас много ярлыков на вас много вы конечно а это кстати вот я говорила держите оборону держите оборону защищаетесь по пятки жезлов безусловно и здесь говорится о том что по факту как только вы стараетесь доказать что это не вы а вы это старались сделать достаточно часто и наверное достаточно много в свое время да это будет говорить о том что вы приняли ярлычок приняли ярлычок страхов у вас очень много чужих налепленных страхов огромное количество не ваших прям каких-то страшилок которые постоянно вас заставляют защищаться которые постоянно вас заставляют каким-то образом успокаивать себя здесь может быть прям развиться тревожно-мнительность и вы с этими страхами возможно научились справляться возможно что-то делать возможно каким-то образом я не знаю действительно там защиты какие-то для себя в голове ставить да там как-то себя диссоциировать от этих страхов переживаний то есть это могут быть и страх за будущее страх за близких страх за детей страх за себя страх смерти там страх нового страх магических нападок страх там магических войн да полно всего чего вы можете бояться кирпич на голову упадет все страшно страшно какого-то страшно смертельное заболевание какое-то обрести страшно там я не знаю что чтобы там что-то случилось с телом допустим да и ваши способности стали ограниченными страшно я не знаю там лишний раз что-то съесть и не знаешь вдруг отравишься не отравить короче тут страшно у каждого будет свое но какие-то глубокие фундаментальные страхи у вас сидят и они еще не проработаны но дело в том что их прорабатывать не нужно потому что они не ваши вы их можете прорабатывать но они могут сидеть они могут сидеть они могут не уходить вот смотрите невозможно проработать то что не ваше то с чем вы согласились то что вы на себя приняли но не является вашим и вы это будете проживать но отработать не получится потому что оно не ваше это нужно только вернуть тому кто на вас это насадил кто вас напугал кто вам эту страшилку дал если вы ее где-то увидели например в фильме да я не знаю еще где-то со стороны вернитесь в ту ситуацию просто отдайте этот страх это небо вы его не переведете в друга вы него не переведете в мотиватора вы его ни в куда не переведете понимаете потому что он просто не ваш он будет сидеть и фонить он будет сидеть и фонить две карты и будет вас и вас будет постоянно выбивать из гармоничного спокойного состояния потому что видите туз кубков двойка пентаклей говорит о том что эти страхи постоянно заставляют вас держать внутренний баланс, ну, то есть стараться держать внутренний баланс, потому что если только вы даете им ходу, воображение может разыграться до такой степени, до панической атаки. Воображение может разыграться до панической атаки, понимаете? И самое здесь неприятное в этом всем то, что вы будете проживать чужие наносные страхи, которые по сути к вам-то и не относятся. Это первый ярлык. Прям покопайте конкретно то, ну, давайте какой-нибудь самый такой фундаментальный страх. Какой? Нападение. Нападение на ваши личные границы, нападение магическое, кстати, энергетическое нападение. Это ваш, на самом деле, достаточно большой страх. У вас постоянно какое-то состояние внутренней войны, что вам нужно от кого-то или от чего-то защищаться. Или от нападки какие-то. Короче, у вас самый большой страх – это страх нападений, страх нападений в прямом и переносном смысле. В магическом, ментальном, энергетическом, астральном, в любом смысле вы будете прям вот защищаться постоянно. То есть это будет как ваш образ жизни. Защиты, 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 потому что у вас будет постоянное ощущение, что на вас агрессируют, что на вас нападают. У вас прям пунктик какой-то на этом. Но это все жиждется на страхе. Вы очень сильно еще защищаетесь от своей мамы. Или защищались от своей мамы. Ну, это императрица. Если не мама, то может быть старшая сестра, да? Ну, то есть или... Ну, это все-таки женский рот, женский пол. Кто-то старше вас и тот, кто... Понятно. Кто на самом деле вас хотел уберечь от вашего шута? От вашего шута. Вы, скорее всего, были достаточно свободолюбивым человеком, да? И достаточно небезопасным. Я не вижу... Не чувствую от вас безопасности. Вы могли кого-то пугать своей непредвзятостью, непредсказуемостью, потому что шут – это очень рисковый человек. Он сегодня здесь, завтра там, понимаете? Вот что ему в голову взбрело, то он и сделал. Он долго не думает. Он мало что взвешивает. То есть у вас, скорее всего, был какой-то период такой свободно-бунтарский. Вы могли путешествовать, там ездить куда-то. Короче, вас носило. Давайте так, вас носило. И кто-то тут, по всей вероятности, старался или очень сильно хотел, переживал за вас. Тут какая-то подоплека на самом деле есть. Я сейчас хочу вытащить, но что-то мне не нравится, то, что я чувствую от этой карты. Здесь кто-то поспособствовал на самом деле. Это кто-то по женскому роду. Вы кого-то достаточно серьезно пугали своими действиями, своей жизнью, может быть, образом жизни. Здесь какая-то женщина по семерке жезлов хотела как бы, вроде как, защитить, отстоять или навязать вам свое мнение, но не получалось. Она как будто бы всегда хотела помочь, постоянно со своей помощью. Знаете, вот вы знаете, прям как будто зад подносила, простите за выражение. Я же хочу тебе помочь, я же хочу тебя предостеречь. Вот не нужно так делать, не нужно... Это же вот ты плохо поступаешь, ты не так... Что-то, короче, тут какой-то момент, но мне этот момент не нравится. Я объясню, почему. Я объясню, что я чувствую. У меня почему-то складывается здесь такое ощущение, что эта женщина, она... Ну, это не молитвы, а это очень сильное желание вас как бы... Вот в прямом смысле слова, чтобы какие-то страшилки в вашей жизни исполнились для того, чтобы вы испугались и успокоились. Вот так, понимаете смысл? Короче, чтобы вы успокоились как-то и сидели на попе ровно, чтобы вас не носило. И она как будто бы как навлекла что ли, вызвала, сработала, было достаточно мощный энергетический посыл вас остановить. Она-то как бы это делала в плане, чтобы защитить, но сработала совершенно... Это вот из серии «Бойся своих желаний», честное слово. Здесь вот прямо в этом. То есть вас жёст... Ну, как бы... Я не хочу сказать, что здесь кто-то в этом... В чём-то вообще виноват, но это сыграло не последнюю роль, скажем так. Вот эта женщина сыграла не последнюю роль. И у вас с ней будет... На бессознательном уровне у вас будет то ли враждал, то ли агрессия относительно друг друга. Вы друг друга будете раздражать, потому что по факту по факту вы очень сильно противоречите жизнями друг к другу, путями жизненными. И по сути, эта женщина хочет, чтобы вы прожили так, как она прожила, как она видит эту жизнь. Ну, больше, как мы... Честно, материнская программа идёт. Но вы, по идее, должны были совершенно по-другому эту жизнь жить. По шуту, понимаете? По шуту это... Достаточно свободолюбива. Достаточно свободолюбива. Но она каким-то образом так энергетически посодействовала, скажем так, она как будто бы вас прям тянула на этот родовой путь. Прям нахально заставила, как будто бы... Ну, не то чтобы заставила, она очень сильно этого хотела. Она прям какую-то стену продолбала, если честно. Ментальную. Вашу защиту пробила. Всё, поняла. Она вашу защиту пробила. Вы вообще, давайте так, из серии Кочевника. Это восьмёрка кубка. Вы из серии Исследователя, из серии какого-то свободного художника. Вы вообще, по идее, скиталец по жизни, да? То есть не могу сказать, что вы должны были сидеть на одном месте. Нет, вы как будто бы будете всегда в каком-то пути. Должны были быть, по идее. Всегда в каком-то пути. Но эта женщина, она вас прям жёстко тормознула. А как именно она это сделала? Она прям пробила. Здесь прям пробита защита. Ну, вот это вот, скажем так, вас как будто бы... Она посодействовала, сместила вас из-за своего жизненного пути. Очень сильно. Смотрите, карта силы. Очень сильно она здесь вмешалась. Осознанно? Нет, неосознанно. Это было на эмоциональном уровне. Это было на эмоциональном уровне. А что она сделала? Пожелала, может быть, внутри себя. Но был очень сильный эмоциональный прям позыв такой у неё. Прям от души пожелала. Как привязала. Не могу понять пока. Подождите, карта смерти. Подшельник. Как она это сделала? Слушайте, понятно. Она к кому-то обратилась. Она это сделала неосознанно. Но это был очень сильный эмоциональный позыв. Она как будто бы прям к кому-то обратилась. Её не совсем правильно услышали. Давайте будем честны. И не совсем те, кто должны были её услышать. Я погостную энергетику чувствую. Не тот услышал, кто должен был. Кому она, короче, этот посыл делала? Скорее всего, к более высшим. А услышали более не высший. Потому что уровень энергетики этой женщины он не способен пока ещё выйти на уровень к более высшим. Он пока крутится там возле погоста. Понимаете? Ну, чтобы по энергетике было понятно. Она-то как бы вроде благие цели у неё были, а получились совершенно другие. И она обратилась. Она мысленна. Она очень сильно хотела вас тормознуть, потому что, скорее всего, сильно переживала за вашу жизнь. И вот здесь, конечно, она обратилась к кому-то из тех, кого уже нет. Ну, как бы, да? Получилось так, что привлекла кого-то, кого уже нет. Ага, из того мира. Ну, понятно дело. Всё, и в вашей жизни по двойке Пентакли начался зашквар. Потому что, да, всё, началась пятёрка кубков. Всё, пошёл разлом вообще всего. И повешенный. Ну, а навосы привязала. А на чём это отразилось? Она, короче, сильно хотела, чтобы вы были возле неё, чтобы вы сидели возле неё. Всё, не знаю, как это объяснить. Как это у вас отыгралось? Это сейчас я могу тут узнать, сколько копаться. Она хотела, чтобы вы сидели возле неё. Вот и всё. Чтобы вы были у неё на виду, чтобы она постоянно руководила и видела вообще, что происходит. Она сильно, эта женщина, злится, когда она не знает, что происходит, когда она не может проконтролировать. Это отразилось непосредственно на вашей семье. Не знаю, может быть, на партнёре, на вашей прям семье, на вашей личной семье. У вас какой-то серьёзный начался разлом. Может быть, она действительно прям хотела, чтобы какого-то человека от вас отвели, понимаете, но это сработало совершенно не так, как должно было быть, как задумывалось изначально. Прям, как будто бы между вами стал как раз соединили, как разлом пошёл очень сильный. Эмоциональный разлад пошёл очень сильный. Ну всё, начались конфликты, вражда, потеря адекватного общения. Короче, я не знаю, куда я залезла. Это, короче, не ваше. Вот всё, что вот там, верните этой женщине, это не ваше. Это её страхи. Там половина страхов её. Страх потери семьи, возможно, страх развода, что тут, какие-то ценности навязанные, сохранить во что бы то ни стало. Это не ваше. Это ярлык. Он налеплен. Слушайте, вы на самом деле крайне самодостаточные вот этих вот всех страхов, которые вот действительно вот отсюда идут, вот от этой женщины. тут они вообще не имеют к вам никакого отношения. Они вообще не имеют к вам никакого отношения. Я понимаю, что на самом деле будет достаточно сложно, потому что большую часть вы уже прошли, но по крайней мере вы можете себя хотя бы половину этих страхов стряхнуть. Просто вот прям реально хочется стряхнуть. У вас даже внутренний конфликт может быть. то есть вы на самом деле этого не боитесь, но вы можете не понимать, почему вы ощущаете страх. То есть он может всплывать, прям как паническая атака может всплывать, а оно вообще не ваше. Так, смотрите, вот этот вот кризис, понимаете, десятка мечей, это тоже ярлычок, мои хорошие, это тоже ярлычок. Это тоже ярлычок. так. 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 Не слушайте, когда говорят, что будет финансов... Давайте так, как же вам вот объяснить? Слушайте, в вашей картине мира финансовых кризисов быть не должно. Потому что в вашей картине мира у вас по десятке пентаклей всегда все хорошо в материальном плане. Более или менее. Более или менее. Всегда, понимаете, вы очень денежный человек сами по себе. У вас всегда будут деньги. Никогда вы не останетесь прям, потому что я не знаю, на каком-то прям, знаете, самом финансовом дне. Нет, это не ваша стезя, это не ваша жизнь, это вообще не про вас. Но здесь есть товарищи, которых это очень сильно бесит и раздражает. И через различие, вообще в целом, вообще в целом социум раздражает. Человек, у которого всегда есть деньги. И поэтому здесь будет навешиваться такими всякими фразочками, еще какими-то другими моментами там в разговорах, что вот близится финансовый кризис. Опять же таки, вас страшают. Вас страшают и пытаются навесить на вас чужой страх. Чужой страх. Это не ваше. Для вас по солнцу всегда все понятно, все прозрачно. Вы всегда просчитываете на несколько ходов вперед. У вас не может быть так, чтобы не было денег. Вот давайте так, вы финансово грамотны. И это у вас достаточно интуитивный процесс. То есть вы как-то от природы, по праву души, по праву рождения финансово грамотны. И здесь, по сути, вы вырулите вообще, ну как бы для вас финансовых кризисов нет. Вам нужно в это прям, я не знаю, свято уверовать. Для вас финансовых кризисов нет. Даже если будут перестройки, смена, я не знаю, дефолты, еще что-то, вы всегда останетесь на плаву. Вы всегда останетесь на плаву. Никуда ваша десятка пентаклей от вас не денется. Даже если совсем все будет плохо, у вас всегда будут деньги. Вы всегда придумаете, понимаете, вы всегда придумаете. У вас всегда есть какие-то идеи. Даже на ровном месте. Даже когда вам кажется, что совершенно никаких идей нет, они всегда у вас будут. И вы так закатали рукава и пошли делать. У вас от слов к действию вообще очень короткий промежуток. То есть если кому-то, вот потому что шут, вы не задумываетесь особо. У вас что-то пришло в голову, вы тут же это можете осуществить. И у вас на самом деле это все очень быстро получается. И вам не нужно никого слушать, когда вам говорят, что не получается. Много «но». Вот услышьте прям, это не ваше. У вас этого нет. Это чужое. Верните тому, кто вам это подарил. Потому что вас это очень сильно гнетет. Это сильно тормозит ваш финансовый канал. Это не ваше. У вас нет ни страхов, ни кризисов особых. Но я не говорю про страх жизни, понятное дело, там инстинкты самосохранения. Но вот эти вот все такие жизненные «сюда не ходи, снег башка упадет, умрешь», там еще что-то, это не ваше. Вы по шуту, чем вы рисковее, чем вы активнее, чем вы больше от слов к делу, понимаете, тем у вас лучше финансы. Все остальное прям отметайте. Кризис? Прекрасно. Я с ним справлюсь быстрее всех. И вообще у меня его не будет. У вас кризис, пожалуйста, разбирайтесь со своим кризисом. У меня кризиса нет. Ну, у вас в смысле, да? То есть у вас этого нет. Очень многие ситуации вы вообще даже проживать не будете. Если вы не будете брать это чужое. То есть вам будут что-то, вас будут стращать, что-то будут вам говорить, что-то будут на вас навешивать. Если вы это не будете принимать, вы это не будете проживать. И вот с этим нужно разобраться. Там что-то какой-то лютый зашквар. А как вы можете помочь? Там нужна сепарация на самом деле, достаточно серьезная, эмоциональная. Вы должны потерять какой-либо эмоциональный окрас к этой женщине. Я не знаю, кто это. Ну, посмотрите по себе, кто может быть. Ну, может быть, родитель. Да, может быть, родитель. Как вам? Играйте свою музыку, слушайте. Прям тут так реально паж жезлов. Играйте свою музыку. Продолжайте играть свою песню. В независимости от того, что там вам пытаются навязать. Король Пентакли. И все у вас будет благополучно и хорошо. Вы будете процветать. Если вы будете в прямом смысле слова на своей волне. На своей музыкальной вибрации. Для вас это очень важно. Вернитесь на свои вибрации. На свою звуковую волну. Все остальное наносное. Оно не ваше. Оно вам только мешает. Путает вас очень сильно. Сбивает вас с вашего пути. Мешает вам. Вставляет палки в колеса. Вам это не нужно. Вообще прям очень сильно не нужно. Не относится к вам. Это чужие страхи. Это чужие вообще какие-то ярлыки. Чужие страшилки, которые на вас могут влиять. Неосознанно. Вы просто можете думать, что это ваше. Вот такой был необычный расклад. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов.